Доброе утро! В гостях автор таких экспедиций Алексей Васильев. И вот сейчас у него узнаем все. Доброе утро! Доброе утро, Алексей Алексеевич! Давно вы ходите по Уралу сам? Ну, на самом деле, уже больше 30 лет. Начиная с родителями, в детстве туристические походы, потом спортивные ориентирования, то есть избегал половину Урала. Ну, а последние годы мы начали изучать историю Урала и организовывать сравнительно этнографические, не столько археологические, сколько этнографические экспедиции. Это в годах и в знаниях. А в километрах можно посчитать, сколько вы уже прошли? В километрах сложно посчитать, но это тысячи километров. Вверхом, на машинах, пешком, по-разному, на лыжах. Экспедиции археологические и туристические. Что у них общего есть? Ну, общего только одно, что мы ходим по Уралу. А цели и задачи совершенно разные. То есть, если туристическая экспедиция или туристический поход, это задача пройти из пункта А в пункт Б, то в сравнительно этнографических или археологических исследования какого-то места. И, конечно же, мы тоже ходим. А совпадают маршруты туристические и археологические? Иногда бывает, что совпадают. Мы проходим по местам, которые мы, историю которых мы не знаем зачастую. То есть, мы не можем определить, вот, допустим, у нас на Урале очень большое количество мегалитов, дольминов. До сих пор ученые не могут определить, для чего эти строения были построены. И период их возведения насчитывает тысячи лет. Так, то есть, историки с вами ходят или нет? Ну, историки иногда ходят, а ходят самые разные люди. Чаще всего, конечно, это не специалисты, но энтузиасты, которые изучают темы, для которых это хобби, и которые, наверное, становятся специалистами в этой области больше, чем люди, которые получили специфическое образование. Ну, абсолютно любой человек, вот, ничего не знающий, не понимающий, может идти с вами? Идти он может. Не факт, что вернется. Нет, мы возвращаем всех, абсолютно всех живыми и здоровыми. А есть какие-то способы выживания в тайге? Ведь наверняка вам приходится идти в труднодоступные места. Ну, способов выживания очень много. Я тут принес некоторые вещи, но думаю, что я даже их показывать не буду. Потому что самое важное для выживания в тайге, уральской тайге, это знание местности, знание климатических условий и уверенность в себе. Чаще всего люди погибают в природных условиях из-за того, что они, первое, не уверены в себе, начинают паниковать, начинают суетиться и предпринимают действия, которые ведут не к выживанию, а к гибели. Это что, например? Паника. Паника. Встретился с медведем, начинает паниковать, начинает... А что делать? Подожди, подожди. Не надо бояться. А что делать? Любой человек боится в данной ситуации. Но действовать она разумно. Когда в тайге, особенно в медвежьих местах, ходят группы, она ходит не бесшумно, как рекомендуют, допустим, охотники. Она ходит достаточно шумно. Животное всегда уйдет с тропы, где появляется человек. Оно может напасть только тогда, когда мы появились внезапно, и животное не смогло сориентироваться. Оно не успело убраться в сторону, и тогда оно нападает. А вот еще я знаю такой способ, что медведь, если встречаешься с ним, то он боится выше себя животное. Достаточно просто взять какие-то большие объекты и размахивать перед ним. Я так и представила. Вы можете, конечно, попробовать, но не факт, что мы в следующий раз с вами встретимся. Понятно. Не работающий совет. Хорошо. А можно ли, возможно ли найти что-то в таких экспедициях интересного и забрать это с собой, так скажем? Ну, наверное, зачастую люди так и делают. Мы в прошлом году проводили сравнительную этнографическую экспедицию из Токио-Урала, и по итогам этой экспедиции набрали экспонатов на целый музей. Сейчас мы занимаемся тем, что мы организовываем частный музей. Ничего себе. А там ценности есть какие-то? Закорился глаз. Они условные ценности, то есть это абсолютно не золото и не серебро, но это утварь того периода нашего исторического, допустим, 17-18 века. Те предметы, которые из обихода часто выходят, мы зачастую даже не знаем, как ими пользоваться. Ух ты, здорово. Интересно я бы сходил в такую штуку. Какие планируются экспедиции в этом году? В этом году мы начали пробивать один маршрут. По нашим данным, из исторических источников, были древние города на территории Северного Урала, между Пермской и Свердловской областью. Мы подготовили весной один маршрут, но не смогли добраться до места из-за того, что погодные условия нам не позволили. То есть там сложный маршрут. В течение суток мы 70 километров прошли верхом на лошадях, потом около 30 километров с фьючными животными, с грузом, пешком. Но рейки, по которым мы дальше должны были добираться, часть группы должна была вернуться, из-за того, что мы попали во второй паводок, сход воды, они оказались в пятой категории сложности, и группа была не подготовлена. Нам пришлось вернуться, чтобы люди просто не погибли. У меня вопрос, а как вы готовите маршрут? Откуда берется информация? Или просто вот так вот? Здесь будет город заложен. Ну это крайне редко на самом деле. То есть у нас в команде ребята, специалисты, которые изучают историю Урала, и изучают не только наши российские источники, но и зарубежные источники, потому что, к сожалению, в зарубежных источниках, допустим, в греческих, либо английских, информации даже об Урале сохранилось гораздо больше, чем в наших исторических. Как так? Вот обидно-то как? Вот так и бывает. У нас революции, бунты и прочее, мы переписываем, стираем историю, и мы не знаем историю своего края. Вот я чувствую, дошел я интересный способ познать историю Урала. Да, Злата, ты согласен? Все, идем в экспедицию. Пятая категория сложности? Нет, нет, нет. Это было случайно, мы туда не пошли, поэтому все будет несколько проще. Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Напомню, что у нас в гостях был Алексей Васильев, организатор экспедиции по Уралу. Сразу после рекламы подведем итоги нашей сегодняшней программы. Спасибо.